Спасибо. Хорошая, качественная игра. Возможно, даже, как нам показалось, тренерскому штабу, у меня в том числе одна из лучших по качеству игры. Вот в сентябре, после возвращения с Еврокубков, те матчи, которые мы провели, это пятый уже матч был у нас, начиная с 12 сентября. И вот сегодняшний матч, мы такой вот прошли отрезок, пятиматчевый. Какие-то матчи мы отдавали долги календарю пропущенные, какие-то играли по календарю туры, которые шли последовательно. Поэтому, в целом, вот эти пять матчей, которые мы провели, еще раз говорю, из всех этих игр, сегодня была самая, на мой взгляд, целостная и качественная игра в исполнении команды. Рационально, солидно, без большого количества брака, то есть эффективность действия на мяче была достаточно высока. Это радует в преддверии старта в основном раунде Лиги Конференции перед матчем с Харцем, поэтому хочу сказать о том, что пускай эта качественная игра послужит ребятам определенным таким хорошим импульсом для первого матча с Харцем в Еврокубках. Поэтому голы хорошие получились Бонни. У нас резкий парень, он хорошо может уйти на пространстве в свободную зону, но самое главное найти эту позицию для удара, чтобы это была действительно убойная позиция. Сегодня он нашел этими своими ударами, скажем так, и они были крепенькие, плотные по нанесению, поэтому особенно второй гол, мяч мне, как показалось, вообще вылетел, как пуля. Поэтому предопределили эти голы наше преимущество, особенно во втором тайне. Ислович, организованная команда понравилась, не так просто было ее взламывать. Сегодня они изменили свой тактический рисунок. Я, возможно, думаю, это связано с тем, что у них были кадровые потери в лице Веретила. В лице Синько не было сегодня в заявке, не знаем по какой причине. Поэтому похвально то, что команда сыграла в системе 4-2-3-1 с Кобеевым, оттянутым, атакующим полузащитником, шестюк на острие. Было интересно, команда, еще раз говорю, организованная мне показалась, хорошо, функционально готова. Поэтому, победив эту команду, со счетом 2-0, показал вот такую качественную игру. Это радует, радует меня как тренера. Поэтому, благодарен и болельщикам, которые сегодня пришли, поддержали нас. И ту энергетику, которую они нам передают, особенно вот после матча, когда ребята подходят, и я в том числе. Подходим, расписываемся, фотографируемся. Я таким образом, конечно же, тоже важно людям внимание уделять, которые болеют за нас, потому что это наши болельщики. И ту энергетику, которую они нам придают, свои боления, вот скажем так, переживания за нашу команду, мы тоже должны это ценить. И поэтому огромная благодарность болельщикам тоже, которые были сегодня на матче и нас поддерживали. Коллеги, будут ли вопросы? Пожалуйста. Акаил Флотов, сайт Белфутбол. Сегодня в заявке «Динамо» отсутствовал Даниил Куликов. Если можно узнать причину отсутствия. После предыдущего матча было небольшое повреждение, оно в матче с Минском по ходу матча не было видимым, да, но после игры был дискомфорт в области коленного сустава небольшой. Поэтому мы рассчитывали бы, с одной стороны, Даниилу дать возможность сыграть в сегодняшнем матче, но опять-таки медицинский штаб, чтобы перестраховаться, не рисковать здоровьем, чтобы его не потерять на дальнейшем матче, мы все-таки решили пойти по этому пути. Поэтому надеемся, что ничего серьезного мы, конечно же, сделаем ему МРТ, для того, чтобы убедиться, что там нет серьезного повреждения. Но я уверен, что там нет ничего серьезного, поэтому Даниил, я думаю, в ближайших матчах уже будет в строю. Илья Нинфрисболова, Дмитрий Николаевич, с победой вас по поводу игры в «Они». Хотелось бы спросить, одинаково ли успешно он сыграл в первом и во втором тайме, на ваш взгляд? Спасибо за поздравление. В первом тайме я скажу так, что в целом игра была такая равная, поэтому в какой-то степени скажу так, что команда наша целостно выглядела точно так же, как и Ислыш. Если касательно Бони, то в целом, еще раз говорю, у меня нет к нему претензий ни по первому, ни тем более по второму тайму. Но он качественный футболист, очень хорошо умеет обращаться с мячом, еще раз говорю, когда определенные ему четкие задания дают, что он их выполняет, и он может быть эффективным. Самое главное, чтобы его игра не переходила в режим, ну скажем, такого, знаете, как баловства с точки зрения управления мячом. Можно управлять мячом, но при этом не разгонять атаки. Сегодня у него получилось. И разгонять атаки неплохо, быть полезным в конструктивных действиях нашей команды, быть полезным в оборонительных действиях. Ну и плюс в завершающей фазе он сегодня подытожил все усилия нашей команды прекрасными ударами. Поэтому, наверное, лучший игрок матча сегодня будет. Я думаю, что заслуженно. Нет вопросов ни по первому, ни по второму тайму. Будете ли вы ругать или костерить, или какое-то наседание делать Левниченко вот с эпизодом, когда он передачу не отдал Игореву? Колевой удар считай. Ну, мы любые коллективные действия разбираем, да. Я ребятам всегда говорю, что в первую очередь, если партнер в более выгодной позиции, надо отдавать передачу. Потому что каждый из нас в завершающей фазе работает на то, чтобы это принесло успех команде. Конечно, нападающие, как правило, всегда ребята, которые настроены, нацелены там на удар, на забитые голы. Потому что это приносит им определенное удовлетворение и приносит им определенную уверенность, да, когда нападающий забивает. Но, тем не менее, конечно, когда есть выгодная ситуация и партнер в выгодной ситуации, надо отдавать передачу. Мы разберем и указываем на эти моменты. Самое главное, чтобы это не было эгоистичного отношения именно по отношению к партнеру, да. Именно больше ребята работали на командные коллективные действия. Потому что, если сегодня ты мне не отдал передачу, а я был в выгодной позиции, но чтобы потом не переросло так, что я тебе потом не отдам в такой же ситуации. Вот этого не должно быть. Команда должна быть единая и каждый футболист должен понимать. Все усилия наши в атакующих действиях, которые приносят нам голы, победы и успех, все должны быть направлены именно на командный успех общий. Матч с Харцем в четверг. Я так понимаю, что сегодня вы будете засыпать, смысл у вас в стартовом составе, да, на эту игру? Нет, наверное, сегодня еще переварю этот матч, потому что, еще раз говорю, хотелось бы сохранить вот этот рисунок игры, вот это хладнокровие, качественную работу с мячом и качественные взаимодействия, то, что сегодня были, перенести это и на матч с Харцем, безусловно, и на дальнейший наш прогресс в нашей игре. Потому что, еще раз говорю, очень бы хотелось, чтобы ребята, вот эту уверенность, которую обретают после таких матчей, как сегодня, я имею в виду, по качеству игры, плюс еврокубковых матчей, которые мы еще шесть проведем, как минимум, в этом сезоне, да, чтобы вот они на этом фоне, ну, наша игра более солидной еще становилась. Да, пока нам приносят результаты, я уверен, что и дальше так будет, мы будем стремиться к максимальному результату, но и качество игры тоже хотелось бы все время повышать. Поэтому на это и будем нацелены. Спасибо и удачи в обществе. Спасибо большое.